125 гектаров настоящего леса. Парк 60-летия советской власти в границах Московского шоссе, улиц Старозагора и Алматинской многие называют зелеными легкими города. В ходе рабочего объезда районов областного центра, исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков, встретился с инициативной группой жителей, которые выступают за сохранение и благоустройство заброшенного лесопарка. Люди просто приходят сюда отдохнуть в тишине от мегаполиса. Мы попросили установки статуса особо охраняемой природной территории, либо местного, либо регионального, значения природный парк, который даст возможность сохранить этот парк, разделив его на две части, одну рекреационную, другую экологическую. Экологическую часть парка со стороны улицы Старозагора, справа от дорожек до улицы Алматинской, а также вдоль Московского шоссе жители просят оставить в неизменном виде, а в рекреационной зоне сделать минимальное благоустройство. Хотели бы восстановить асфальтовое покрытие дорожек, чтобы они были удобны для людей и для детей занятия спортом, потому что их можно использовать как альтернативы лыжероллерной трассы. Восстановить освещение этих дорожек, минимальное именно парковое, чтобы оно не мешало лесным жителям, необходимо восстановить туалеты для посетителей. В лесопарке проводят много спортивных соревнований, в том числе по лыжному спорту и ориентированию на местности, поэтому инициативная группа предложила со стороны улицы Ташкентской установить временный пункт выдачи лыж и другого спортивного инвентаря. Кроме того, жители попросили восстановить входную группу и разместить ограждение с возможностью входа в лесопарк со стороны улицы Алматинской, тем самым исключив заезд машины и образование свалок. Напомним, что из 125 гектаров лесопарка муниципальное учреждение парки Самары обслуживает земли, находящиеся в муниципальной собственности. Это 33 гектара, в том числе асфальтовые дорожки, принадлежащие направе оперативного управления. Большая и огромная ценность для города, парк, больше 120 гектар, то, что его сохранили, то, что он сегодня есть, то, что он живет, очень здорово и огромное спасибо тем людям, которые в этом поучаствовали и много лет, на сути дела, его охраняют, переживают за него. Самое простое, наверное, что можно сейчас сделать, это убрать мусор, который, к сожалению, здесь есть, и сделать хотя бы информационные щиты, рассказать об этом парке. Иван Носков попросил инициативную группу не снижать обороты и продолжать информировать всех самарцев о ценности парка. А профильные службы города помогут подготовить стенды и вести дальнейшую просветительскую работу. По поручению руководителя города проект благоустройства парка будет разработан администрацией города совместно с инициативной группой и представлен на обсуждение с жителями района. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.